так мы с вами сделали первые шаги очень важные и в том числе подготовительные в рисовании нашего орнамента вот так у нас уже получается а необходимо достичь вот такой вот цели и мы с вами сейчас продолжим рисовать нарисуем еще один лепесток с использованием того же другого блока той же функции которую мы вынесли с параметрами если кто-то не видела первой части смотрите переходите по ссылке под видео смотрите первую часть и вы сможете к нам присоединиться продолжить рисование мы сейчас нарисуем следующий лепесток и он отличается от первого тем что направление рисования у нас другое но и ясное дело что мы начинаем из других координат первое что необходимо решить это с какой точки мы начнем рисовать а точнее каковы координаты этой точки мы рисуем полосками и начинается рисование с того места где у нас первый фрагмент значит координаты нашего спрайта должны быть вот в этой точке но сейчас мы даже не можем представить в каких координатах закончилось рисование чтобы это узнать мы попробуем сделать так чтобы мы видели спрайт нажимаем показаться и вот наш спрайт находится вот здесь вот он чтобы его не сдвинуть я буду кликать мышкой по самому спрайту внизу под сценой и мы видим что вот он подсвечивается и отсчитывать координаты вот этой точки от текущего положения спрайта не очень удобно удобнее ориентироваться на наши начальные координаты а именно начальными координатами решили считать вот эту точку вершину вот этого маленького квадратика первого фрагмента и мы сейчас привнесем небольшие изменения в наш проект мы добавим еще две переменные которые будут сохранять начальные координаты откуда мы начинаем рисовать данном случае мы правильно поступили что начали рисовать из центра потому что отталкиваться от этой точки достаточно удобно для рисования каждого из лепестков и так мы заводим переменные которые я назвал назову x старт и y старт здесь мы их спрячем чтобы на сцене они не мешали кстати x и грек тоже можно спрятать но шаг пускай будет хотя по большому счету нам это тоже лишней информации поэтому можно тоже спрятаться сцены чтобы нас был только орнамент и прежде чем начать писать код мы в начале зададим начальные значения x старт и y старт конечно же не 0 а вот те самые координаты с которых мы начинали x у нас минус 6 а y 18 соответственно чтобы код был универсальным в другом блоке который рисует центр орнамента мы вместо значений конкретных подставляем переменные x старт и y старт давайте для надежности проверим что действительно все работает по-прежнему вот все точно также работает но сейчас мы можем отсчитывать координаты для следующего лепестка и пока мы не совсем видим зависимость и универсальность рисования лепестков мы сделаем отдельный другой блок и назовем его лепесток 2 и определим его под первым лепестком так в общем код у нас будет похожий в принципе мы можем взять и его продублировать но будем немножечко видоизменять и так нам нужно задать x и y но мы будем их не изменять а лучше задавать и задавать мы их будем через стартовые x старт и y старт x y и теперь размышляем начальная наша . здесь нам необходимо по иксу сдвинуться вправо дважды то есть нам нужно к x старт прибавить дважды шаг и так нам нужно сложение как старт мы прибавляем шаг умноженный на 2 так шаг умноженный на 2 и это у нас будет x нашей точки а y и грек останется равным и грек старт потому что в общем и на том же самом уровне вот наша начальная точка мы можем сейчас для теста перейти сделать вот так не скопировалась не продублировался первый блок поэтому уберем перейти в x и грек вот это мы пока тоже уберем и попробуем нарисовать лепесток 2 я просто выполню эту часть кода но нам необходимо рисовать вот она же в принципе выполнилась я вижу что немножко не из той точки сейчас будем подправлять нам нужно рисовать не вверх направление а вправо про направление вправо у нас берем подсказку 90 значит мы выбираем направление 90 ну давайте сотрем все чтобы нам ничего не мешало выполним наш код чтобы определились x старт и грек старт и теперь нарисуем полоску все очень точно то что у нас небольшое смещение еще раз напомню что размер нашего квадрата оказался маловат но нам главное получить итоговый рисунок и если его размеры будут не те ничего страшного у нас есть параметры с помощью которых мы сможем изменить как размеры наших квадратиков так и все остальные координаты потому что мы их отсчитываем относительно друг друга дальше для того чтобы работать в цикле нам необходимо изменять текущие координаты x и y на определенные значения давайте подумаем у нас x будет всегда увеличиваться а y тоже будет увеличиваться интересная история правда значит мы можем сделать вот таким образом и еще раз выполнить не совсем получилось потому что опять же забыла что здесь у нас 90 придется все стереется начать заново и и выполнить и вот нарисовался наш второй лепесток оказалось что в принципе у нас небольшое совершенно отличие заключающиеся в том что у нас другое направление и сейчас вы можете подумать попробовать аналогичным образом сделать рисование всех остальных лепестков и возможно получится что можно не писать отдельные не создавать отдельные блоки для каждого из лепестков точно так же как мы рисовали линию с параметром направления сделать рисование лепестка с параметром направления но скорее всего нам этого будет недостаточно потому что смотрите с первыми двумя лепестками все хорошо получилось потому что у нас совпало наращивание x и y на шаг но когда мы будем рисовать вот этот лепесток получится что мы идем в том же направлении 90 но при этом x и y у нас будут меняться каким образом x будет наращиваться на шаг то есть прибавляться а y будет уменьшаться то есть нам надо будет здесь вычитать писать минус шаг для следующего лепестка но давайте в принципе я уже все прекрасно вижу я могу по аналогии с вот этим вот блоком сделать еще один блок лепесток 3 и сразу я скопирую код отсчитаем сейчас начальную координату заново все выполнилось второй раз нарисовалась смотреть как интересно закрасилась и мы выполним другие вычисления внутри цикла значит начальная наша точка опять же от точки x старт y старт будет отчитываться следующим образом у нас x будет действительно таким же а y нам необходимо тоже изменять причем изменять также как x только со знаком минус то есть не брать равным y старт а мы берем вычитание из y старт мы вычитаем шаг умноженный на 2 направление у нас то же самое как мы уже сказали но игрек у нас будет уменьшаться поэтому вместо шаг мы пишем минус шаг вот таким образом давайте проверим запускаю сразу этот блок и вот нарисовался еще один лепесток вы видите что чем дальше тем проще рис писать код можно сделать еще раз повторю отдельные такие блоки а можно сделать один блок с параметрами и параметра скорее всего будет два или даже три это направление и еще какие-то значения связанные с тем что мы должны будем определенным образом изменять x и y можно в принципе в качестве параметра задавать единицу измерения и в общем она и будет как раз таки служить началом а вот начальную точку отсчитывать можно не в этом другом блоке отдельно например в коде либо оставить для каждого лепестка свой другой блок я сейчас этого делать с не буду возможно вот с этими параметрами я сделаю отдельную часть посмотрю если там будут какие-то особенности сейчас я вам предлагаю самостоятельно дорисовать все лепестки а уже в следующей части мы аналогичным образом нарисуем вот эти вот ромбики давайте для завершения и чтобы полюбоваться на наш рисунок я вот так вот все закрою все сотру и мы посмотрим как рисуется наш орнамент да я не дописала код нам необходимо нарисовать еще один лепесток и еще один лепесток и вот теперь я сотру все и запущу до встречи в следующей части нашего урока мы и мы мы